Среди джазовых музыкантов, упоминая Чарли Паркера, его часто называют просто дэрт или птица. Считается, что он получил это прозвище за любовь к куриным крылышкам. Это один из самых значительных музыкантов в истории 20 века, новаторов, реформаторов от джаза. Саксофонист, композитор, в масловом сознании образ Паркера неразрывно связан с трагичной судьбой гениального музыканта, чей талант подвергается коррозии из-за алкоголя и наркотиков. Как мне всегда казалось, этот образ немного романтизирован именно музыкантами, которые хотели или хотят быть на Берда похожими. Паркер – это своего рода главный рокер в джазе. Плей-рок, дай-янг. Как известно, чем ярче горит звезда, тем быстрее она расходует природное топливо. А затем с грохотом взрывается, раскидывая звездную пыль на многие парсики вокруг. Вот и Чарли Паркер за каких-то 15 лет полноценной карьеры горел так ярко, что полностью и бесповоротно изменил все. Он стал первым среди равных в боперском движении сорковых и синтезировал это новое направление – бибоп. Но что еще важнее, он создал новый стиль музыкального гармонического мышления, новый язык импровизации. Для музыки это было соизмеримо переходу от физики Ньютона к физике Эйнштейна. «Музыка – это твой собственный опыт, твоя мудрость, твои мысли. Если ты не живешь ею, то из твоего инструмента никогда ничего не выйдет. Нас учат, что у музыки есть свои пределы и свои границы, но искусство границ не имеет». Чарли Паркер. Если ты молодой саксофонист Гнесинки в подаванах у Александра Осичука, то прочти эти слова как манкру 200 раз, и тогда ты точно сдашь экзамен. Вообще, факт отношения к джазу, как к религии, требует отдельного видео. Я обязательно его сделаю. В 1938 году Паркер переехал в Нью-Йорк из Канзас-Сити. Вместе с своими друзьями – Гелеспи, Монком, Бадом Пауэлом – Паркер работал в известнейшем клубе, который назывался Минкенс Плейхаус. Там и свершилась известная бибоп-революция, которая уже в 1947 году привела Берда на главную сцену Карнеги Холла, а затем обеспечивая ему успех в больших европейских гастролях. Еще через год Чарли бы назвал музыкантом года по версии журнала «Метроном» и достиг пика своей карьеры. В 1950-е Паркер делает исторические записи со струнным оркестром. Многие поклонники его творчества восприняли эти записи в штыки, как своего рода поклон перед белыми. В действительности Берд всегда мечтал записаться со струнными и испытывал большую слабость в академическом и классическом музыке. В 1950-е гастроли Паркера все чаще стали перемежаться с визитами в психиатрические клиники. Он страдал наркозависимостью и алкоголизмом. В 1953 году в Мэйси Холл Паркер провел свой последний, по-настоящему значимый большой концерт, где собрались все его старые друзья из клуба «Минтенс». В 1954 году умерла дочь Берда по имени При, а последующая за этим серия выступлений в Нью-Йоркском клубе, названном, кстати, в честь Паркера, в честь Берда, Бердланд, закончилась большим скандалом. Хозяева клуба отказывались иметь с ним дело. Все это сломало его, надломило его и привело в дом к подруге, бронессе Паноники, где он нашел покой, 12 марта 1955 года. Врачи, приехавшие по вызову, записали в медицинском журнале, что мужчине на вид 55 лет. Паркеру же было всего 35. Как водится, в таких случаях всю степень его колоссального вклада в музыку смогли оценить лишь после его смерти. КОНЕЦ 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 КОНЕЦ